В Тель-Авиве подвели итоги песенного конкурса Евровидения. Героем музыкального смотра стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте Италия, а Россия третья. По итогам голосования Сергей Лазарев набрал 369 баллов. В чем артисты удивили публику и как проходил выбор победителя, увидел шеф Ближневосточного бюро вестей Сергей Пашков. Россия! Первые минуты голосования. Азербайджан отдает предпочтение песне Сергея Лазарева. Взрыв радости в российском секторе экспо-арены. И снова напряженное ожидание. Голосует 41 страна. Сначала профессиональные жюри, затем телезрители. Выходя на сцену, Сергей Лазарев уже знал, что могут быть аннулированы результаты голосования белорусских судей. Необъяснимая досрочная утечка в сеть. О намерениях судьи, возможно, стоило бы именно нашему певцу решающих баллов. Надо было спеть безукоризненно. Солнце, как тем небесе. Стотысячная толпа, собравшаяся в Тель-Авивской фонзоне на берегу моря, взорвалась овациями. Едва Сергей Лазарев завершил исполнение своей композиции. Скрим! Крик! Эту песню здесь услышали, успели полюбить. И этой ночью ее подбивали сотни голосов. Мы болеем! Тель-Авивцы аплодировали Дункану Моуренсу из Нидерландов, танцевали под композицию шведа Йона Лунгвика. Но когда на сцену вышел молодой израильтянин Коби Морими, крики заглушили динамики. Когда наступило время голосования, на сцену вышла мировая поп-звезда Мадонна. Традиционно выступая в стиле политического памфлета, члены группы Мадонны прикрепили к одежде кардебалеты израильские и палестинские флаги. Объявляются результаты. Судьи назвали первым шведского вокалиста. Отношение к нашему певцу кажется предвзятым. Сергей Лазарев на девятом месте. И в 2016 году жюри поместило вокалиста на пятое место, когда зрители сделали его первым. В результате третья позиция. На этот раз происходит ровно то же самое. Сергей получает дополнительные 200 баллов от зрителей и становится третьим. Вновь. Это два разных Евровидения в моей жизни. 2016 и 2019. Разные страны, разные менталитеты, разная музыка и вообще все разное. Но это одинаковые чувства. Великая музыка, большое счастье, дружба и все вместе. И я очень счастлив. Это была снова большая часть большой семьи Евровидения. Победитель Дункан Лоуренс, сделавший Нидерланды хозяйкой следующего Евровидения, получает хрустальный микрофон из рук его теперь уже прошлой обладательницы Нэтты Барзилай. Шоу должно продолжаться. Сергей Пашков, Олег Пакшин, Варвара Галемба, Александр Ванюк, Петр Мамочкин. Вести. Тель-Авив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok